Все эти прекрасные брещанки – представительницы различных профессий. У каждой свои заботы и свои домашние хлопоты, и все они – многодетные мамы. Практически каждая проживает в юго-западном районе Бреста, но до этого дня женщины не были знакомы между собой. День матери стал поводом для их встречи. Руководство Брестского горысполкома традиционно решило сделать этот праздник особенным. В этот день я хочу сказать, что наш город, областной город, это единственный город с естественным приростом населения. Это город, в котором проживает более 5000 многодетных семей. Это город, в котором живут самые красивые женщины. Поэтому всех с днем матери, а со стороны органов, со стороны городского исполнительного комитета мы и дальше будем делать все возможное, чтобы те женщины, которые решились на этот материнский подвиг родить не одного, а много деток, чувствовали себя комфортно и защищенно. Орден матери получили семь брещанок, но приглашено было гораздо больше многодетных женщин. Все они активно участвовали в подготовке к тысячелетию города. Из каждой из них пообщался председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук. Говорили обо всем – о городской жизни, о школах и детских садах, о медицине и транспорте, и, конечно же, о детях. Каждая женщина спешила поделиться и своим опытом материнства. Я многодетная мама, у меня пятеро детей, интересная очень разница в возрасте. Дети один старше 27 лет, а младшему скоро будет полтора. Вообще здорово, что в нашей стране наш незаметный труд, каждодневный матерей, каким-то таким образом приятным, не остался незамеченным, что нас поздравят, нас отметят. Елена Мамедова – не только многодетная мама. Она также и учитель-дефектолог школы номер 11, которая открылась в Бресте в начале этого учебного года. Женщина выразила благодарность руководству города за такой подарок тысячелетию. Ведь это учебное заведение посещают и ее дети. Хочется сказать большое спасибо за созданный уют в этой школе, за те условия, которые за лингофонные кабинеты в кабинетах иностранного языка, за спортивные площадки, за множество спортивных залов, гимнастических залов, за тренажерный зал, потому что дети имеют возможность совершенствовать свои спортивные умения, развиваться, достигать каких-то успехов новых и к чему-то стремиться. Мамы – самые близкие и родные каждому из нас. А слова благодарности им будет приятно слышать всегда, а не только в День матери.